Продолжаем наш чудесный вечер, начало недели, понедельник, сегодня в Абакане, что там у нас 24 градуса и 24 минуты 9-го, и сейчас мы будем говорить о летнем отдыхе наших школьников, которые, некоторые из которых сейчас дают ОГЭГ, а некоторые уже просто наслаждаются жизнью. Ну, недолго им осталось, наслаждаются жизнью, всего два дня, а потом заработают всякие летние площадки. У нас в гостях сегодня ведущий специалист городского управления образования Дарья Савина. Добрый вечер, Дарья Александровна. И специалист первой категории городского управления образования Ольга Липова. Добрый вечер, Ольга Михайловна. Здравствуйте. Итак, я, конечно, с сарказмом говорю, но, тем не менее, чем мы испортим детям первый месяц лета? Потому что дети же, они, наконец-то, школа закончилась, ну, те, кто вот так, а есть и те, которые плачут, потому что не надо теперь утром ходить в школу, и они по ней скучают. В общем, у меня какое-то игривое настроение. Так вот, и первый месяц мы чем их, ладно, порадуем? Порадуем, обязательно порадуем. Ну, мы испортили первый месяц лета не только детям, но и нашим педагогам, потому что в школе сейчас началась, как ни странно, самая горячая пора. Июнь – это как раз время работы пришкольных лагерей, время работы трудовых отрядов, и сейчас идет очень интенсивная подготовка к этому. Еще и параллельно идут экзамены, государственные итоговые аттестации в девятых и одиннадцатых классах, поэтому июнь, как всегда, у нас очень жаркий, очень горячая пора. Все педагоги буквально в школе пропадают. На расхват педагоги у нас. Слушайте, ну а что на расхват? Ну вот этими школьными, пришкольными – это классный руководитель занимается или нет? Или специальный педагог? Не обязательно классный руководитель. А ОГИГ – это профильный педагог? Нет? А у нас организаторами работают все учителя. Учителя технологии, учителя физкультуры, учителя предметники. Они не могут пойти работать в день проведения экзамена по своему предмету. Но в пункте проведения экзамена педагогов очень много, и все по разным специальностям. А в чем заключается суть пришкольного лагеря? И трудовой лагерь, пришкольный лагерь – это разные понятия? Да, есть лагерь труда и отдыха. Он работает у нас в городе Абакане только на базе Центра детского творчества. Это отработка так называемая? Нет, это возможность детям заработать и отдохнуть одновременно. Тогда давайте вот сейчас мы разделим эти понятия – лагерь труда и отдыха и пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. А отработка у школьников так называемая пятая трудовая четверть есть? Нет, нет. То есть мы в свое время, вот нам портили каникулы сначала пять дней, потом до двух недель доходило это отработка. А теперь… Теперь нет. Кому отдадим страну? Угу. Хорошо. О лагере труда и отдыха в компетенции ваши говорите? Итак, лагерь труда и отдыха – это у нас 17 детей. Всего? Да, всего 17 детей. Подростки от 14 до 18 лет. Они будут трудоустроены в Абаканском парковом хозяйстве по специальности рабочий. И в первой половине дня они будут работать и получат в конце месяца заработную плату. По четыре часа они работают, да? Да, да. Они работают там в зависимости от своего возраста. Согласно трудовому законодательству несколько часов в день. Но во второй половине дня у них предусмотрены разные досуговые виды деятельности. Они будут участвовать там в разных творческих проектах, они будут ходить на экскурсии, заниматься тренингами. Это такое погружение, ну, наверное, в профориентацию больше. Две недели? Месяц. А, месяц? Месяц до конца июля. А лагерь, то, что мы называем пришкольным оздоровительным учреждением с дневным пребыванием детей, это у нас очень востребованная форма обычно у младших школьников. То есть там основное составляющее звено, это вот как раз детки первых-четвертых классов. Там дети находятся у нас полдня, обычно до половины третьего, с 8.30, с 9 часов. Это только развлекательные мероприятия, разные тематические, ну, то есть здесь чисто досуг и безопасность. И тоже месяц? Тоже 21, 21 всего день. Ну, смена вот обычная стандартная лагерная. Июня включительно. Наш телефон 22-41-18. Звоните немедленно, иначе потом будет поздно, и вы не сможете услышать ответ на ваш вопрос, который, возможно, мучает некоторых из наших родителей. А у меня вот такой вопрос. А почему всего 17 детей в ДДТ, вот в этот лагерь труда и отдыха? И сколько там, во-первых, сколько они могут заработать? Есть данные? Или хотя бы по прошлому году? Получат у нас ребята около 8 тысяч, у них будет заработная плата. Это уже то, что вот они на руки получат. Но у нас еще школы тоже открывают на лето временные трудовые единицы. И еще при школах у нас будут работать 416 детей. Но они уже не будут после обеда принимать участие в досуговых видах деятельности. Поэтому мы не говорим, что это не лагерь труда и отдыха, это так называемые трудовые отряды школьников. Тоже подростки. Да, во многих городах есть. В Красноярске они называются трудовой отряд мэра. На месяц открывает школа эту рабочую вакансию для ребеночка. Он работает, подрабатывает. Ну, это как мера социальной поддержки обычно. А откуда деньги у школ, чтобы им платить? А городской бюджет? Это в городском бюджете все запланировано. И на счету школ эти деньги тоже уже есть для выплаты заработной платы. Востребована вообще эта практика? Очень востребована. Особенно для старших школьников. Они все хотят пойти попробовать, подзаработать. То есть малыши, они вот отдыхают, веселятся, так сказать, наслаждаются праздником своего детства. А старшеклассники уже подрабатывают. И было бы хорошо, если бы наш бизнес, наши предприниматели открывали такие рабочие единицы для подростков, для молодежи. Ой, думаете, им нужна эта головная боль? Ну, да, это очень сложно, это очень ответственно, это безопасность. Но вот есть дети, есть категория детей, которым это очень нужно, которые позволяют себя почувствовать летом в своей тарелке. И куда вы их трудоустраиваете, вот эти 400 с лишним детей? 416 детей, они будут устроены в школах по специальности подсобный рабочий. А они будут помогать в ремонте ваших школ? Да, они будут заниматься приусадебным участком, пропортом. В школах остались все-таки приусадебные участки? Конечно, клумбы наши. А клумбы, цветы. За ними тоже нужно ухаживать, поливать, высаживать на начало лета. Ну, это совсем малооплачиваемое. Около 8 тысяч на руки. А, так же, да? Да, если не будет увеличенным ростом. Ну, в принципе, какой-нибудь костюм можно купить себе в школу в виде формы, да? Гаджет можно купить. Ну, или гаджет. Можно на третий сезон оплатить путевку в лагерь. В загородный. Уже путевка 8 тысяч стоит? Ну, путевка у нас стоит больше. Да. Да, если ребенок льготной категории претендует, он же оплачивает только часть путевки. Поэтому как вариант. И вот эти наши два загородных лагеря, так называемые, меридианы, еще какой-то... Меридианы-звездные. Они будут работать все лето? Они будут работать все лето, да. У них будут тематические смены. А вот наши городские, эти вот пришкольные лагеря, они в этом году и в прошлом, да, всего по месяцу... Да, они несколько лет уже работают. Это с чем связано? Недостаток денег в республиканском бюджете? Есть, да. У нас все финансирование работы оздоровительных учреждений на любое детей приходит из республиканского бюджета. Соответственно, мы каждый раз подстраиваемся под эти средства. Ну, вроде вот читаешь официальные документы, ну, отчеты правительства, что у нас вроде с бюджетом-то все окей, потому как и муниципалитетом они там какие-то долги закрывают, и какие-то кредитные обязательства закрывают, и т.д. и т.п. В этом году конкретно по пришкольным лагерям мы даже, к сожалению, покажем снижаемость охвата. А если в прошлом году мы показывали более 4,5 тысяч детей, которые у нас отдохнули именно в пришкольных лагерях за счет средств республиканского бюджета, в этом году у меня получилась цифра по совокупности 3,400. Ну, это много. И что говорят родители? Как вы им объясняете, что, увы, нет такой возможности? Да, к сожалению, объясняем, откуда приходит финансирование. Ругаются? Есть такое. Бывают. Представляю, как вам приходится иногда. На самом деле, пришкольные лагеря – это очень популярная форма отдыха. Никогда бы вот не подумал. Именно, да, для тех детей, которые никуда не попали, у которых нет возможности по разным причинам ребенка отправить. Нет бабушки в деревне. Да, отдыхать. Поэтому они остаются в городе. Куда им пойти? Родители объясняют, что, уходя на работу утром, они будут уверены, что ребенок в безопасности. Хотя бы будет до обеда он под присмотром. Он два раза покушает. На коробке. Да, и какой-то полезный досуг для него школа организует. Это еще и обеды подорожали, надо полагать. Вообще подорожала стоимость путевки в пришкольный лагерь. Путевка у нас теперь составляет по стоимости 4 тысячи рублей. В прошлом году она была 2900 рублей с небольшим. На треть целого подорожала. А смотрите, а можно так, что я, как родитель, готов оплатить полную стоимость путевки, лишь бы мой ребенок был под присмотром? Да, и такие варианты тоже рассматриваем. Есть такие желающие? А есть ли таких желающих набрать, ну, на июль? Нет? Организовать? Если будут такие желающие, мы будем рассматривать такие варианты. Но вот в этом году мы пока не готовы это сделать. Мы традиционно на июль запланировали в школе ремонтные работы. Ну, и надо, возможно, стать педагогом отдохнуть. Потому что я сказала, как я уже говорила, они у нас и на экзаменах, и на лагере отработали. А у педагогов отпуск почти 2 месяца, 64 дня. Да, вот, кстати, а почему у них 2 месяца, а у нас несчастные 30 дней. 20, 26, по-моему, даже. Потому что им нужно духовно восстановиться. Они все-таки в свою работу вкладывают очень много. Вот всегда, что касается отпуска, всегда у человеков большой отпуск, у педагогов большой отпуск. В театрах, вон, тоже, можно сказать, целые межсезонья. А нам тоже надо духовно развиваться. И что-то мы сказали, силы, да, свои? Мы на работе это делаем, все. А, кстати, а у чиновников, вот у вас тоже, вы же не педагоги, вы же 36. Ой, мы с вами самые незащищенные. Где наш профсоюз работников культуры и работников образования? Надо звать немедленно. Я хотел сразу спросить. А не было желания уйти в школу? Ну, мы же оттуда все пришли из школы. Вернуться. Все устраивает? Да. Ну ладно, не отпуск. Самое главное в нашей жизни. А я хочу вернуться теперь к трудовому детскому этому лагерю труда и отдыха в ДДТ. Мы когда учились в школе, мое поколение, у нас эти трудовые лагеря были на выезде. Обычно в какой-нибудь путь. Колхоз или садхоз. Картофель, свекла, черный. Да, мы пололи морковь, ну тяпали, в общем, до обеда тяпали, а потом развлекались, ну и жили там, и это было интереснее. А здесь дети уходят домой, да, из ДДТ? Да, около 16 часов они уже будут свободны и пойдут домой. Какой-то лагерь ненастоящий. А нет у нашего Горано возможности вот вывозить, не знаю, там, в Шира какой-нибудь совхоз или в Бею, или в Таштыб, договориться там с Абреком Челтыгмашем в Аскизе. Мол, пусть наши ребятишки у тебя хотя бы две недели поживут и поработают. Не пробовали такое? Сложно, Алексей Иванович. Тут же должны мы соблюсти по отношению к несовершеннолетним все нормы, которые нам диктуются, документы по безопасности, по санитарно-эпидемиологической обстановке. Мы и отказались от лагеря в течение полного дня пребывания из-за этого, поэтому это будет сложно. Слушайте, как мы раньше ходили в походы, а теперь, насколько я понимаю, и в поход-то просто так, что с школьниками классный руководитель не может сходить? Да, сейчас жестче с этим. А вы в походы-то ходите, ходят наши школьники в походы-то вот просто в туристические? Да, у нас есть наружности. Занимается у нас управлением культурой, молодежью и спортом, организацией, кстати, походов. Есть такое, наши школьники будут ходить с ними в походы. Понятно. Ну, у них есть спортивные школы, есть, соответственно, мастера, которые этим занимаются, оборудование. Мы, к сожалению, не как-то... Давайте послушаем звонок. Давайте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пройти проверку в стереообразовании? Вещи требовали? Извинились. Какую проверку пройти? Так, отключился. Да, я нет. Поясните. Я просто, как раз это вот мое направление работы. Когда у нас открываются лагеря, мы, согласно поговорке, готовим сани летом, да, телегу зимой. Мы же начинаем с февраля заниматься летней оздоровительной кампанией. Мы вот в феврале уже планируем свою работу и буквально в начале апреля подаем в управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия сведения, информацию о том, сколько мы планируем открыть лагерей, как они будут работать, в каком режиме, сколько будут детей их посещать. И в этом году управление Роспотребнадзора по Республике Хакасии все наши лагеря до начала их работы охватило проверками. То есть каждый пришкольный лагерь, который будет у нас в пришколах работать, он уже сейчас проверку эту прошел. И если были какие-то замечания, они уже устранены. Что смотрят в ходе проверки? Обычно смотрят и безопасность, и материальную вазу, проверяют меню, по которому будут летом кормить ребятишек, проверяют все условия, проверяют санитарные медицинские книжки работников, которые будут с детьми работать. То есть вот, наверное, вопрос был об этом. Мы можем только гадать. Проходят ли оздоровительные учреждения, да, какие-то проверки перед открытием. Конкретно в этом году все уже учреждения проверки эти прошли. А вот смотрите, лагерь называется даже пришкольный оздоровительным, да? Да. А в чем оздоровление? Дети пришли, повеселились и ушли. Ну, поели. А в чем оздоровление? Пришли они, сначала пошли на зарядку. Обязательно зарядка с утра. Вот никогда этого не мог понять. Зарядку надо делать, когда проснулся. Ну, мы люди старого. Мы же делаем. Под радиоприемник, потом по телеку была утренняя гимнастика. А тут уже, он и так уже с утра набегался, и пока до школы дошел, уже зарядился. А здесь организовано, все вместе. Массово, да. Им интересно. Это весело. Всевозможные разминки учителя проводят с ними. Это правильно. Так, ладно, зарядка. Множество мероприятий на открытом воздухе, множество мероприятий спортивного направления. Так они и по городу так же носятся. О, целый день, если не сидят в компьютерах. Опять же, правильное питание. Правильное питание, да. Я уже как-то у вас была на эфире как раз с этим вопросом. У меня? Да, да. У вас организация питания в школах, это мой вопрос. Поэтому тут я могу рассказывать долго. Меню для пришкольного лагеря, оно более калорийное, чем обычное школьное меню. Оно опять... Обычно в школах детей не докорбливают, да? Это шутка, если что, товарищи. Оно опять удержит все блюда, которые для детского организма считаются полезными и приемлемыми. Это разные виды мясных блюд из нежирного мяса, овощные крупяные гарниры, каши на завтрак, омлеты. То есть, ну, это тоже часть оздоровления, здоровое питание. Из всего этого только омлеты, наверное, дети любят. Ну, дети любят то, к чему дома их приучили родители. Если родители кашами не завтракают... Ролы, да, какие-нибудь, что у нас сейчас? Если родители дома кашами не привыкли завтракать, то ребенок в школе, конечно, наверняка от молочной каши будет отказываться. А, кстати, тут проводили опрос, не помню по какому поводу, но здесь вот мы разговаривали. А почему теперь в школах нет супов? Почему нет супов? В обед есть. Многие говорили... А, вот, девчонки у меня были в пятницу из звонов, они в разных школах учатся, и сказали, нет у нас супов. А мы их все равно и не едим. В первую смену, наверное, девчонки учатся, в первую смену школьники получают горячий завтрак. Это одно горячее блюдо, может быть, закуска к нему и напиток. А если ребенок учится со второй смены, согласно санитарным нормам, он получает обед. А в обед входит уже, кроме горячего блюда, еще и первое блюдо, то есть суп. Ну, так вот, школьники все обычно суп-то недолюбливают. А почему? Как вы думаете? Опять же, наверное, все пищевые пристрастия и привычки. Домашние, да? Да, поскольку все-таки я занимаюсь всем горячим питанием, часто мне приходится пробы снимать в школах. Поэтому школьный суп, ну, может быть, он не такой, как домашний, в плане того, что там нет каких-то приправ, нет каких-то... То есть сейчас же с этим все сложно тоже, да? Да, то есть вот он такой щадящий, легкий суп на овощном или курином бульоне. Да, он больше диетический. На овощном это вообще жизнь. Такой разваренный достаточно. Ну, вкусный суп. Но мы даже вот в мое время, в советской школе, ну, тоже не ели супы почему-то. И рыбные котлеты не ели. Рыбные котлеты, да, это боль наша. Рыбные котлеты, да. Тоже остается? А вот ваше правильное питание в этих оздоровительных лагерях, оно начинается с завтрак, да, и полноценный обед? Да, да, да. И до трех часов? До половины третьего. Дети не голодают? Нет. Не выбегаются? Нет. Они выбегаются, но меню для детского лагеря, оно разрабатывается чуть-чуть, калорийнее, буквально на 10%, чем обычное школьное меню. И смотрите, вернусь опять в ДДТ, меня поразила просто цифра 17, так мало человек, а как вот попасть было в это число 17? Я понимаю, что сейчас уже все, наверное, путевки и места заняты. Центр детского творчества работает прежде всего со своими воспитанниками, с теми ребятишками, которые посещают. Их несколько тысяч посещают. Я понимаю, но они выбирают, во-первых, старшеклассников, и выбирают все-таки, ну, выбирают тех детей, которым нужна социальная поддержка в виде участия вот в этом лагере труда и отдыха. Которые, возможно, находятся в трудной ситуации в жизни. Да, и стремятся как-то их поддержать. А вот когда открыто так детям говорят, да, в трудной жизненной ситуации, а это не вносит, вот, ну, дети же они очень, как это, ранимые, и сверстники скажут, вот, нищеброд. Ну, дети жестокие они называют, иной раз вещи своими именами не со зла, а, ну, просто вот такая данность. А мы тут говорим, вот 17 человек, это самые бедные дети города. Нет, мы так не говорим, самые бедные. Ну, дети могут так подумать. Дети, которые нуждаются в социальной поддержке, это не только дети, которые нуждаются в деньгах, это дети, которые еще нуждаются в присмотре. За ними трудные, допустим. А, бандиты. Да, дети склонные, да, к определенному. Ну, закавычено, конечно, я говорю. Да, это может быть дети, которым психологически нужна поддержка. Все-таки они знают своих воспитанников, поэтому... А бывали происшествия вот в наших лагерях? Бывали. Какие? Ну, сколько серьезные? Ну, в прошлом году у нас было основное происшествие, когда в лагере кто-нибудь заболевал ковидом. И приходилось закрывать, соответственно, весь отряд. Весь отряд уходил на изоляцию на две недели. Дома, да? Дома, да. Это было очень, конечно, плохо, потому что... Нарушался весь график, да. Да, все просто полетело в тартарары. Но зато стал очень интересен дистанционный формат. Это, опять же, привязка детей к гаджетам, к компьютерам. Ну, тем не менее... Это сколиоз. Все мероприятия, которые могли быть проведены в онлайн формате, также проводились. И дома можно было все-все-все то же самое просмотреть, пройти по ссылочкам. И также в дождливую погоду не обязательно. Тогда зачем нужен лагерь? Нет, все-таки живое общение, это... Вот именно. Говорите погромче, Ольга Михайловна. Мы тут как-то снизили градус. Все-таки живое общение, это, конечно, безусловно, плюс, когда ребята могут и посмеяться друг с другом, и поиграть, и... А это же разные классы собираются в одном отряде, или одноклассники? Разные, разные. Вот, тогда это налаживание новых социальных контактов, как это грамотно говорить. А по-русски сказать, это просто новые дружбы у детей появляются. А у вас бывают вот вечера такие романтические какие-нибудь, дискотечные, где дети могут... Ну, помните же фильм «Последнее лето детства»? Да. Что-нибудь типа такого. У нас на вечер запланированы тоже интересные мероприятия. Да, у нас на вечер в основном все спортивные секции, работая до поздна. И в чем плюс этих секций, это то, что ребята не только могут сами пойти в мяч, допустим, поиграть, а родители придут после работы и могут составить им компанию. И так же... И тут родители. А почему нет? Это семейный досуг, семейный отдых. И мы сейчас всех родителей призываем. И не только тех, у кого есть дети, обучаются в этой школе, допустим. Просто людей, которые проживают в этом районе и не знают, чем заняться вечером, могут быть, поиграть на школьной площадке. Они в спортивные секции работают. Детям нравится общение между собой, может быть. Родители им дома надоели. Ну и я, как такой подросток, нервный говорю сейчас. Не всем. Вот это как раз та возможность, когда дети и родители могут провести время вместе с пользой. Понял. Ну, то есть романтика нет. Потому что какой романтик при родителях? Ну, зато новая дружба есть. Есть, конечно, да. И создание контакта, в том числе с родителями, возможно же, и нет общего языка. Это же очень часто в семьях бывает. Мама занята своей кухней работой, папа телевизор или что там еще, и тоже работа. А ребенок сидит в своей комнате и в лучшем случае играет в какую-нибудь стрелялку, или как там теперь это называется, ходилку. Ну, вот школа предлагает такую возможность. Все лето, до конца августа. То есть здесь вот на спортивную площадку можно прийти, в школу взять мяч, резинки. То есть даже несмотря на то, что ремонты будут? Лапту, да. Ну, так это же на спортивной площадке. То есть допоздна учителя физкультуры с ними, как правило. А, то есть есть кто-то, кто присматривает. Бедный физрук. И в течение года ему покоя нет, и в отпуск сходить не может. Такая работа. Ну, на то он и физрук. А в этом году у нас тоже же вот немного, но есть повышение вот этого вот рост ковид. Ну, то есть мы следим за статистикой. Что будете делать, если вдруг, у нас же это спонтанно происходит, резкая вспышка ковида или, не дай бог, какой-то там обезьянной оспы. Ну, у нас все меры, они остаются. У нас в школе обязательными останутся термометрия, обработка рук. В столовой между детьми дистанция. Дистанция обязательно. Да, в закрытых помещениях массовые мероприятия запрещены. Дети могут собираться, контактировать между собой, между отрядами только на улице. Ну, и если, соответственно, пойдет рост, мы эти меры и усилим. Ну, или прикроемся, если будет на то высшая, так сказать, вода. Ну, я думаю, что пришкольные лагеря мы все-таки успеем отвезти, даже если рост начнется. Вот сейчас пока, я мониторю каждую неделю заболеваемость среди детей и учителей, сейчас пока у нас вот как-то на уровне, ну, вот один-два ребенка выявляются за неделю, не больше. А теперь, если ребенок выявляется в классе, не закрываете, да? Нет, не закрываем. То есть адаптирование произошло организмов к болезни? Да, ну, среди педагогов у нас почти массовый иммунитет, у нас все-таки больше 85% педагогов прививки. А вы продолжаете ставить прививки? Продолжаем, сейчас у нас уже идет волна ревакцинации. Потому что как-то перестали об этом просто говорить. Нет, нет, мы, есть волна ревакцинации. У нас сейчас эти прививки внесены в национальный профилактический календарь, поэтому их уже никто не отменит. Теперь уже каждый год будем ставить прививку и через полгода ревакцинироваться. Понятно. Теперь, смотрите, еще вопрос, который обычно задают, но сегодня почему-то этот человек молчит, видать, на огороде работает. Есть у нас вот лице имени Николая Геннадьевича Булакина, есть продвинутые школы, а есть, ну, бедненькие, скажем, школы. Ну, как, например, 20-я школа, где и спортзал, и столовая, как говорится, все в одном флаконе. А вот эти пришкольные лагеря, они различаются же по своим возможностям. И нельзя ли, например, ребенка из 20-й школы на летний лагерь, например, в лицей имени Булакина? По месту жительства такое бывает, если ребенок где-то живет ближе к другой школе, он может посещать лагерь не там, где учится, а там, где проживает. Но, в принципе, финансовые возможности у всех школ вот в плане пришкольного лагеря... Это да, нет, там просто как-то... Инфраструктура. Да, да, да. Ну, понятно, но у нас финансирование, например, на обеды и завтраки при школьном лагере, оно фиксировано. Это строго 150 рублей в день на одного ребенка в любой школе, независимо от того, какая школа. Это понятно. На мероприятие 40 рублей 47 копеек в день во всех школах, поэтому, я думаю, здесь интересы детей как-то ущемляться не будут. А какие это мероприятия под 40 рублей? Походы в кино, в театры, экскурсии, все, что платно, школа тоже может себе позволить. Есть на это запланирована статья расходов, в которой стоимость путевки входит вот в эти 4 тысячи. Слушайте, вот поход в кино вы сказали, а кто отбирает фильмы, которые надо смотреть или не надо? Воспитатели, ценс, конечно, есть. А дети же, они разновозрастные? Ну, мы стараемся их... И кому-то нравится там ЧПД, господи, какой я древний ЧПД, помню. А отряды не совсем уже разновозрастные, все равно подбираются приблизительно одного возраста. Для того, чтобы было легче подобрать предприятия по интересам, все-таки, ну, там, разница. А из вашего опыта, ребятишки какие больше любят мероприятия? Ну, допустим, библиотека или кино? Заведомо выигрышные ответы. Разные, абсолютно разные. Это от своего внутреннего состояния ребенка зависит, и от темперамента. Кому-то, конечно, спортивные игры, и никогда его не посадишь за книжку, и он будет всегда на улице. А кто-то с удовольствием будет рисовать, лепить, читать и мастерить что-то руками. Поэтому программы в летних лагерях рассчитаны абсолютно на разную категорию детей, на разные хобби. А библиотеки, вот, наши городские, там, республиканская библиотека, они не отжили ли свое? Нет, они с нами не работали. Детям интересно к ним приходить? Интересно, потому что они тоже предлагают сейчас такой большой перечень мероприятий. Оно может быть связано, мероприятие это косвенно с чтением. Они проводят большое количество разных мастер-классов и по рукоделию, и по разным там видам деятельности. Ну, то же самое делает Дом детского творчества. Да. Ваши педагоги. Да. Да, да, да. Большое количество библиотеками разработано разных тоже экскурсий, виртуальных экскурсий. То есть их тоже есть чем удивить наших детей. Надо звать. 27-го у них был день библиотеки. Профессиональный праздник. Поздравляем с задержкой. Немного. И у нас осталось мало времени. А о чем я заболтал вас и не спросил совершенно, может, какой акцент не поставили в нашем разговоре. Про сайты, наверное, нужно рассказать. Да, вот программы детских школьных лагерей и детских досуговых центров выставлены все на сайте школ. Поэтому те родители, которые еще не знают или не понимают, чем летом можно занять ребенка, обязательно должны зайти на сайт школы, посмотреть, все с программой ознакомиться и понимать, в какой день, что, где будет происходить. Стоп. А зачем им теперь заходить, когда уже все, вакансий нет в лагерях? Свободных мест я имею в виду. Есть детские досуговые центры. А это что такое, мы об этом не говорили. Это у нас открыто, в этом 2022 году мы открываем 29 центров на базе школ. Это мероприятия, которые проводятся для детей, они могут быть разовые. Допустим, вот. Мастер-класс. День защиты детей. Далее. Какой-то мастер-класс. Вот следующий день рождения Пушкина, да, вот ближайший. 6 июня. Да, да, ближайший. То есть, какое-то действие в школе будет происходить, посвященное этому. В этом году 350 лет со дня рождения Петра Первого. И библиотеки. А прошел, по-моему, уже день его рождения, нет? 9 июня. А, я по старому стилю, видимо, считаю или не знаю по какому. То есть, вот сейчас как раз в рамках каких-то, День России, опять же, вот в рамках каких-то известных таких крупных дат, и библиотеки, и детские досуговые центры на базе школ, все готовят мероприятия. И любой ребенок может прийти, даже, допустим, из своей школы, прийти, посмотреть. Если ему на сайте понравится вот описание этого мероприятия. То есть, на сайте любой школы можно посмотреть, что происходит в ближайшие дни. Я почему бы так говорю, у нас есть звонок, но 3 минуты всего осталось. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Говорите вы в эфире. Я могу вам для себя вопрос. Угу. Здравствуйте, пожалуйста, у нас в микрорайоне есть детские клубы по месту жительства. И вот вы же как-нибудь связаны с ними? Конкретно мы, нет. В микрорайоне, там были детские отряды, где там два сезона, все коррорайоны набирали, так же они кушали, и все владели, с ними воспитатели занимались. А сейчас они что-нибудь делают в системе коррорайона? Спасибо. Спасибо за вопрос. Все жилые районы подают информацию также о мероприятиях. Детские лагеря они не набирают, но они расписывают по дням каждое мероприятие с июня по августа. Но они больше заняты такой клубной деятельностью. Да, клубной деятельностью. Они также проводят мастер-классы. А про какие тогда, говорит, команды, что-то там? Ну, видимо, какой-то был опыт, может быть, когда-то раньше. Типа Кимуровского движения, видимо. Да, да, может быть, какие-то отряды. Сейчас жилые районы такого не проводят. Нельзя. Но досуговой деятельностью, клубной деятельностью они занимаются. И где это можно узнать также? Во всех КДЦ. В культурно-досуговых центрах. Также у них на сайте, я думаю, будет информация о том, чем они будут заниматься летом. Ну и у старост, наверное, эти клубы. И клубы по месту. Служитесь, да, да, да. Да, конечно, хорошо, где есть эти КДЦ. А у нас вот здесь в центре не старосты, не КДЦ. ГКЦ Победа только. Мы в центре, да. И каково нам? А школы наши центральные слегка, все компенсируют. Да. Да. Будет куча мероприятий интересных. Ну, спасибо вам, что рассказали. Все равно, мне кажется, детство, оно интересно в любом случае. И детям, в отличие от нас, взрослых, всегда есть чем заняться. Они не страдают от того, что все однообразно. Или как говорим мы, текучка там учила, да? У детей нет текучки. Тем они и хороши. Спасибо, что пришли в нашу студию. Ольга Михайловна, Дарья Александровна, ничего не перепутал в именах. Все правильно. От нашего спонсора Татьяны Александровны Тутачиковой и группы Малинники. Вот вам две коробочки сладкого. Ну, наверное, это печенье. Да. Будете пить чай? Вспоминайте, звоните, говорите, что хотите, когда хотите. И приходите в нашу студию. Пожалуйста, вы заберете после эфира. Мы с вами увидимся, скорее всего, завтра. И завтра у нас симфония в джинсах должна быть. Возможно. Пока-пока.